Старомодные транзисторы и матрица, которые способны обнаружить и отследить тысячи космических объектов. В гостях у хранителя матрицы побывал корреспондент Первого канала Иван Евдокименко. Казахстанские степи, берег озера Балхаш, российская военная часть. Станция контроля космического пространства. Построили ее более 30 лет назад. В начале 70-х прошлого века такое можно было увидеть только в фантастических фильмах перемигивания лампочек. На панелях теперь уже не актуального дизайна. Внутри старомодные транзисторы. Но это больше, чем компьютер. Это электронно-управляющая машина. Она управляет, вырабатывая систему команд для всего вооружения нашего центра. То есть в любой момент времени происходит формирование и выдача командного управления для любого отдела. Это как, не знаю, как матрица всего рода. Матрица не киношная, а самая настоящая, математическая. С фантастическим прототипом ее роднит только одно. Матрица станции живет своей жизнью. И никто до конца не знает ее главный секрет. Математический алгоритм. Цифровой образ космического пространства. А меняется он постоянно. Вот уже три десятилетия матрица непрерывно анализирует поведение более 9 тысяч космических объектов на земной орбите. Мгновенно засекая еще неизвестные. Для каждого из них мгновенно выдается скорость, траектория полета и предполагаемое место падения. Если таковое вообще может быть. Но решение всегда остается за людьми. Космические разведчики, своего рода хранители матрицы, в последние годы буквально один на один с космосом. Небольшая российская часть затерялась по пути от СССР к СНГ. У служащих полутора тысячного военного городка нет медицинских страховок и большинства положенных военным льгот. Их детям не выплачивают детские пособия, а часть даже не числится в российском пенсионном фонде. Для молодых обитателей военного городка Россия, это прежде всего школа, так они говорят, здесь жизнь. Кроме озера пойти детям просто некуда, кругом степь. Выбраться отсюда в город уже праздник. У нас дети, когда мы первый раз их отвезли в кинотеатр большой, они были шокированы даже. Они многие не знали, как себя вести. Вообще жаловаться на жизнь здесь не привыкли. Говорят, главное, чтобы на родине о них вспомнили и больше не забывали. Без этого трудно жить между степью и звездами. Иван Евдокименко, Алексей Шишкин, Первый канал, Казахстан, Озеро Балхаш.